всем привет сегодня мы начинаем с вами новый блог сегодня наше первое занятие по автору и я планирую рассказать вам как устроена программа какие есть несколько алгоритм работы потому что процесс работы в авторе несколько отличается от того же иллюстратора который мы смотрели с вами до этого расскажу как настраивать проект какие есть параметры которые обязательно нужно учитывать создавая вообще любой проект в авторе пробежимся по инструментам по тому как настраивать свое рабочее пространство и еще дополнительно покажу как ставить скрипты эффекты и так далее чтоб вам было проще когда запускаем с вами after effects у вас появляется такое окно приветствия здесь у вас если впервые запускаете автор то у вас ничего не будет никаких проектов не будет подсвечено так я работаю в авторе постоянно то у меня здесь вот мои проекты которые я недавно открывала ну нам нужно прежде всего создать новый проект и сейчас будем смотреть как вообще работать с этими проектами что это такое почему вообще все именно так а не иначе давайте создаем с вами новый проект вот наш новый проект и прежде чем я начну рассказывать как импортировать файлы как настраивать композиции что такое композиции так далее я хочу сказать пару слов вообще о системе о принципах работы автора автор работает с ссылками он не работает с просто сразу график и когда вы сюда импортировали то у вас как бы автоматом графика подтянулась в проект и она здесь и осталась собственно как работает например тот же photoshop к примеру когда вы импортируете туда картинку в свой проект то у вас картинка там остается и где бы вы не сохраняли свой проект у вас все отлично хорошо работает нет никаких потерь файлов и так далее автор работает иначе такая же история есть и в иллюстраторе но в иллюстраторе можно настроить скажем так работу не со ссылками а сразу с импортом графики внутри проекта то есть она как бы условно дублируется внутри проекта у автора все немного не так поэтому когда вы захотите создавать свой проект захотите допустим его куда-то перенести куда-то переслать и так далее то нельзя ограничиваться просто одним файлом автора это супер важно я говорю об этом самом самом начале потому что это связано именно с тем как устроен процесс работы вам нужно будет делать коллект файлов тоже покажу в конце как это все делается коллект файлов и уже вот эту папку с проектом автора со всеми использованными картинками векторными объектами музыкой например видео совсем всеми ресурсами которые у вас есть в текущем проекте вы уже можете переносить на другой компьютер отправлять клиенту отправлять мне если у вас есть какие-то вопросы это такая вводная часть возможно сейчас вам достаточно непросто это все переварить осознаете но в процессе работы поверьте вы достаточно быстро с этим разберетесь теперь давайте коротко об окнах об устройстве программы изначально примерно такой вид имеет автор эффект у вас есть несколько окон давайте по каждому из них а затем более детально первое окно окно project сюда мы с вами импортируем файлы давайте импортим какой-нибудь файл ну например эту картинку в окне project у вас будут отображаться все ваши ресурсы откуда с которыми вы можете работать которые вы можете потом переносить в композиции здесь могут быть как картинки так и фотошопные файлы так и иллюстраторские файлы то есть просто все что возможно импортировать в автор сейчас давайте найдем пример файл иллюстраторовский вот у нас иллюстраторовские слои импортнулись тоже как импортировать корректно файл сейчас тоже покажу а главное что вы можете здесь вообще сделать это импорт ваших файлов как-то их систематизировать например создавать папки давайте создадим вот новую папку назовем ее как-нибудь source и все поместим в эту папку вот есть окна можно делать больше делать уже делать шире можно их также перемещать менять местами организовывать пространство так как вам нравится кроме того если здесь вот растянуть этот условный проводник в окне project то здесь есть колонки по которым вы можете также сортировать ваши файлы можно добавлять колонки например мне удобно по типу часто сортировать я говорю по типу и вот у меня отдельно отдельно папки отдельно композиции условно если бы их было несколько то вот они целым блоком идут и отдельно картинки то есть по типу очень удобно сортировать также по имени бывает удобно но это самые такие ходовые моменты вы можете добавлять колонки правой кнопкой колонка и добавлять какие вам больше всего нравятся какие вам больше всего нужны дальше у нас с вами окно композиции сейчас она пустое но когда мы с вами будем загружать какие-либо source файлы или у нас здесь будет наша композиция она у нас будет отображаться вот двойным кликом я открыла допустим эту картинку двойным кликом я открыла композицию здесь просто отображение изображение как ни странно что касается всех этих кнопочек тоже расскажу но сейчас давайте по окнам следующее важное окно это окно таймлайна и здесь у нас с вами уже располагаются слои здесь мы будем делать с вами непосредственно анимацию редактировать анимацию настраивать интерполяцию добавлять какие-то эффекты и так далее это очень-очень важное окно здесь вот практически проходит вся основная работа справа у меня вынесены еще несколько окон превью инфо эффекты библиотеки все это здесь могут располагаться вообще любые окна и как и в иллюстраторе любое окно вызывается в менюшке под названием биндоу я могу добавить допустим давайте добавим какой-нибудь аудио вот у меня появилось окошко с аудио да я могу добавить я могу добавить еще к примеру давайте какие-нибудь кисти вот у меня окно с кисточками есть и в принципе редактировать свою рабочую область вы можете как угодно при этом вы можете сохранить всегда свою рабочую область например сохраните изменения для этой рабочей области также есть заготовки рабочих областей в авторе можно выбирать все панели можно выбирать стандартную и это очень классно потому что когда вы случайно с перепугу накрутили или какое-то жути например вот что-то поломалось не обязательно все руками пытаться вернуть достаточно просто выбрать какое-нибудь окно которое вам нравится и там стандарт например и автор автоматически все это дело подхватит автоматически вам обновить ваши ваши окошки все станет по-человечески и еще одно окно которое я точно хочу чтобы вы сразу же достали потому что сначала при первой установке автора оно не всегда активно это окошко эффектов и контроллеров этого этих эффектов и оно так же располагается window вот оно у меня уже активно здесь вы поставьте галочку если у вас вдруг нету перенесите его в окно project если оно у вас куда-то улетит к примеру потому что здесь удобно будет редактировать непосредственно какие-то эффекты какие-то контроллеры чтобы каждый раз не лезть вы без того узкую скажем так часть окна timeline это что касается окон ну и такое микро окошко скажем так если его можно так назвать это toolbar он тоже кстати отсоединяется вот так ну я держу его в стандартном скажем так расположении потому что так гораздо удобнее и здесь у нас с вами собраны основные инструменты которыми мы с вами будем пользоваться вот это что касается окошек теперь давайте непосредственно пройдемся по алгоритму как работать с автором как импортировать проекты как делать композиции как их настраивать что это вообще такое и так для того чтобы нам с вами начать работу с нашей подготовленной например графикой в иллюстраторе нам нужно ее сюда импортировать кроме того вы можете также рисовать сразу в авторе но я сейчас покажу более того полный алгоритм работы чтобы импортировать графику мне достаточно дважды кликнуть в окне project или нажать комбинацию клавиш ctrl i открывается проводник выбирайте свой файл который вам нужен давайте какой нибудь выберем допустим вот этот город картинки допустим картинки видео музыка например не нуждается в каких-то дополнительных настройках импорта но когда мы с вами работаем с иллюстратором очень-очень важно бить по слоям я уже много-много раз об этом говорила и здесь сейчас ключевой момент зачем все это нужно и как это все дело импортировать у вас по умолчанию когда выбираете допустим свой подготовленный файл по умолчанию стоит режим footage режим footage означает что у вас ваш векторный файл будет импортироваться как один слой все схлопнется и все что вы били по слоям в иллюстраторе работать не будет следующий режим composition retain layer size это то что нам нужно помимо слоев у нас сразу же создастся наша композиция плюс будут слои и кроме того каждый объект в отдельном слое будет того размера который занимает непосредственно этот объект то есть он не у нас слой не будет размером со всю композицию да а вот третий режим это как раз таки когда у нас все слои будут одного размера это очень неудобно дополнительные рамки появляются работать с этим не рекомендую поэтому нам подходит как раз таки второй формат для того чтобы были слои у нас выбираем второй режим и будьте пожалуйста внимательны если у вас есть какие-то секвенции последовательности допустим у вас первый файл 01 второй файл 02 и автор иногда подхватывает эту секвенцию да то есть название файла у вас идет там в определенном порядке иногда ставить здесь автоматом галочку иллюстратор pdf yep sequence и у вас будет экспортироваться сама секвенция нам экспортировать секвенцию в данном случае не нужно поэтому проверяйте выключайте здесь обязательно галочку говорим окей давайте импортировать вот у нас создалась папка три слоя у нас здесь и создалась композиция двойным щелчком я открываю композицию что такое композиция композиция это с вами у нас с вами такой формат в авторе где мы с вами задаем длительность допустим нашего ролика задаем настройки ее какого будет разрешение наш ролик сколько кадров в секунду и так далее что здесь очень очень важно давайте откроем настройки композиции правой кнопкой composition settings есть и давайте по каждому пункту пробежимся потому что настройка композиции это то с чего начинается вообще вся ваша работа если вы в иллюстраторе выставили неправильно свои свою высоту ширину вашего файла допустим у вас там 500 на 500 пикселей то здесь вы в настройках композиции вы можете этот момент исправить и выставить ту высоту и ширину которая вам нужна в данном случае 1920 на 1080 это full hd формат здесь здесь есть различного рода пресеты сразу выбирайте и вам вот меняется композиция меняются настройки я люблю на самом деле задавать это все руками я уже привыкла поэтому мне быстрее написать чем искать пресеты который мне нужен следующий важный момент это формат пикселей возможно у вас при первой загрузке вообще автора будет стоять какой-то другой параметр но чтобы у нас потом после того как мы порендерим видео откроем его на одном компьютере откроем на втором компьютере допустим у вас проект вообще пойдет на телевидение еще как то обязательно выставляйте параметр квадратных пикселей чтобы в дальнейшем не было сжатия растяжения чтобы у вас пиксели были квадратными и не происходило каких-то деформаций с видео просто проверяйте этот момент потому что часто бывает так что ребята забывают ставить квадратные пиксели затем на рендере получается очень жуткая картина и они не знают что происходит искажение происходит именно потому что пиксели не квадратные а различные имеют различные пропорции поэтому выбираем квадратные фрейм рейт количество кадров в секунду стандарт на 25 если мы работаем с вами в снг пространство это сто процентов 25 если работаем на зарубеж то там часто просят 30 кадров в секунду поэтому по тезе когда работая с клиентом тоже уточняйте этот момент сколько кадров в секунду давайте ставим по умолчанию 25 разрешение конечно ставим фул нам нужно чтобы все было классно круто и здесь важный еще параметр это продолжительность давайте поговорим о продолжительности что значит вот эти цифры и как их понять первые я с конца начинаю считать первые цифры у нас означают сколько кадров вторые цифры вторая пара цифр да обозначает у нас сколько секунд третья сколько минут и здесь последняя цифра у нас с вами обозначает сколько часов поэтому конкретно сейчас нас стоит с вами 10 секунд будет длиться наша с вами анимация ну и бэкграунд здесь думаю не сложно также можете поменять название в общем это основные настройки композиции и так давайте что ключевое ключевое здесь у нас с вами разрешение обязательно квадратные пиксели выясняем с вами какой фрейм рейт нашего ролика я жду от вас либо 25 либо 30 мне в принципе не принципиально лично я привыкла работать с 30 кадров в секунду плюс еще так удобнее считать честно говоря по 10 гораздо удобнее считать чтобы делать анимацию ну и продолжительность здесь есть также окно старт тайм код всегда выставляйте здесь ноль вам не нужны здесь никакие непонятные цифры чтобы вам было легче считать вашу анимацию опять же таки и говорим окей и так мы с вами настроили нашу композицию теперь она у нас длительностью 10 секунд full hd нас все устраивает и все классно пожалуйста делаю акцент на этом очень сильный потому что бывают вопросы пожалуйста выставляйте настройки композиции заранее потому что потом мы будем делать с вами рик и он очень скажем так тесно связан с настройками композиции если вы потом захотите поменять то могут возникнуть проблемы вам придется просто переделывать рик поэтому думайте пожалуйста продумайте этот момент заранее плюс когда бывают ребята качают там векторную графику или еще что-то такое пытаются как-то трансформировать в нужный формат появляются какие-то края начинаются какие-то проблемы я не могу сделать композицию длиннее или короче или больше или меньше тоже старайтесь эти моменты продумать заранее чтобы у вас потом не слетела ни анимация ни длительность ни риги ничего подобного поэтому акцентируюсь на этом моменте достаточно долго кроме того мы можем создавать с вами композиции и самостоятельно не обязательно для этого импортировать допустим аишные файлы или фотошопные файлы чтобы создать композицию можно нажать на эту иконочку и у нас открывается точно такое же окно с настройками либо нажать сочетание клавиш ctrl n кроме того такая небольшая ремарка пожалуйста ставьте иллюстратор на самом деле и after effect на английском языке потому что на английском языке гораздо больше информации гораздо проще найти ответ потому что переводы некоторых команд выглядят очень так скажем неоднозначно с первого раза и кроме того мне будет гораздо легче подсказать вам какое окошко залезть какой параметр подкрутить потому что русская версия скажем так она такая своеобразная поэтому ставьте пожалуйста англоязычную давайте создадим новую композицию окей это что касается композиций кроме того внутри композиции мы с вами можем составлять и создавать слои слои похоже принцип как в photoshop и как в иллюстраторе но у них появляются свои дополнительные функции мы можем анимировать у них появляются параметры давайте посмотрим чтобы создать слой можно нажать правой кнопкой new и вот у нас выпадает с вами куча различных видов слоев и также есть окошко сверху да на панели сверху также можно сказать layer new и здесь точно такое же меню мне удобнее из быстрой менюшки доставать поэтому поэтому вот так и здесь у нас с вами есть текстовый слой есть solid это заливка однородная есть слой который свет и можно создать камеру можно создать нулевой объект можно создать шейф можно создать слой который будет у нас поверх всего и редактировать все что лежит под под ним adjustment layer и здесь дополнительные слои которым я на самом деле пользуюсь крайне-крайне редко давайте создадим какой-нибудь например например текст вот какой-то текст и на его примере посмотрим какие есть параметры вообще у слоя и так прежде всего у нас есть базовые трансформации у слоя когда вот вы его только создали чтобы открыть базовые трансформации нам нужно развернуть вот этот треугольничек давайте его развернем и у каждого слоя есть такая вкладка называется transform если мы развернем у нас появляются базовые трансформации эти трансформации есть у каждого у любого абсолютно любого слоя поэтому они самые базовые самые нужные с которых мы будем с вами начинать которые будем с вами анимировать anchor point anchor point это вот эта точечка да привязка якорная точка если русским языком иногда ее называют еще пивотом это из 3d пакета войдет поэтому если я говорю anchor point или пивот знайте это одно и то же anchor point это точка относительно которой у нас будут происходить все вот эти последующие трансформации то есть вращаться слой будет относительно этой точки масштабироваться будет относительно этой точки ну и так далее anchor point можно редактировать и здесь у нас с вами нам нужен инструмент вот он выбираем наш инструмент и можем перемещать anchor point туда куда нам нравится допустим хочу чтобы слой у меня вращался относительно левого нижнего угла вот я переместила anchor point и все теперь выглядит отлично также есть быстрые команды у нас с вами для этих инструментов чтобы вызвать инструмент для редактирования anchor point нам нужно нажать кнопку Y англоязычную и например с зажатым control мы с вами будем становиться в углы нажимаем control и вот я четко становлюсь в левый нижний край это очень удобно будем этим инструментом пользоваться когда будем ригать персонажа с anchor point понятно следующий параметр у нас position первая цифра у нас отвечает за позицию по иксу вторая цифра отвечает за позицию по Y думаю здесь в принципе не сложно после чего у нас идет scale scale у нас с вами отвечает за масштаб и он у нас может быть как пропорциональным то есть и по иксу и по иксу одинаковый масштаб будет происходить так и нет вот я снимаю замочек и могу теперь сжимать разжимать только по иксу или по иксу и по иксу но совершенно в разных пропорциях давайте вернем как было следующий параметр у нас идет rotation там значок градусов это естественно поворот на определенное количество градусов там где у нас 0x это количество поворотов то есть сейчас если я поставлю 1 2 10 у меня ничего не произойдет ничего не поменяется но если бы это была анимация то за определенный период времени у нас бы этот слой провернулся несколько раз да в частности сейчас было бы 2 оборота и opacity opacity прозрачность непрозрачность редактируем с вами прозрачность непрозрачность слоя у всех этих команд есть свои горячие клавиши я пользуюсь ими постоянно поэтому рекомендую вам тоже запомнить для anchor point у нас есть клавиша а для position есть клавиша p rotation r scale логично s а вот для opacity у нас с вами клавиша t потому что opacity transparency то есть прозрачность непрозрачность так вот можете запомнить пользуюсь этим этими сокращениями постоянно поэтому очень очень классно экономить время ну и так как мы с вами разобрались с основными параметрами сейчас самое время разобраться как непосредственно ставить анимацию а анимация у нас происходит благодаря ключам keyframe которые мы с вами будем выставлять и автор автоматически просчитывает нашу анимацию вот между этими ключевыми точками чтобы поставить keyframe нам нужно прежде всего зажать вот этот секундомерчик у любого параметра у которого он есть непосредственно и у нас появляется такой голубой ромбик слева и на таймлайне появляется точно такой же голубой ромбик это значит что мы поставили с вами наш первый keyframe если я на таймлайне подвину наш ползунок времени то у меня ничего не поменяется но я укажу в каком промежутке времени у меня появится допустим второй keyframe я могу поставить двумя способами либо же клацаю на вот этот серенький ромбик и делаю его голубым и вот у меня появляется второй keyframe либо же я просто перемещаю например свой свой слой куда угодно в частности потому что мы анимируем параметр position и вот у меня появляется анимация пробелом могу проиграть свою анимацию чтобы убрать всю анимацию которая мне не нравится допустим я полностью хочу все удалить можно выделить все keyframe и нажать кнопку удалить на компьютере на клавиатуре либо же отжать этот секундомер и тогда у нас анимация полностью полностью пропадет давайте сделаем небольшую анимацию например и сделаем еще какую-нибудь анимацию не только у позиция но еще и у rotation вот такая штука получилась и я не хочу каждый раз раскрывать вот этот трансформ искать здесь все свою анимацию как-то ее редактировать я люблю горячие клавиши чтобы показать полностью все ключи которые есть у этого слоя мне нужно выбрать слой выбрать слой нажать кнопочку у английскую тогда у меня полностью появятся все ключи которые стоят на этом слое это тоже очень удобно мне тоже рекомендую запомнить и подставить например чтобы все совпадало плюс если стать четко ползунком времени на ключ он подсвечивается синеньким если я стою где-то рядышком но не на ключе он у нас становится серым чтобы вот так вот не пытаться попадать не гадать не тыкать можно зумить таймлайн сейчас у нас полностью все 10 секунд отображаются мы можем с вами подвинуться поближе этим ползуночком либо же также воспользоваться горячими клавишами минус плюс мы зумимся с вами вот буквально до кадрика видите да вот так мне удобно и могу теперь комфортно работать это базовые трансформации они есть как у солида как у света как у камеры все эти трансформации есть у любого любого слоя давайте с вами еще поговорим про навигацию как вообще устроено окно таймлайн раз мы с вами начали уже здесь работать и что здесь можно делать подробнее каждый вид слоя как какие параметры у него добавляются и так далее будем с вами смотреть по ходу наши с вами работы шейпы посмотрим посмотрим текстовую анимацию то есть каждому слою мы уделим отдельное такое пристальное внимание сейчас базовые моменты давайте итак вот у нас есть окошко таймлайна у нас есть с вами слой первое что мы можем с вами вообще делать настраивать свой таймлайн скажем так это скрывать и наоборот показывать слои да глазиком аналогичная функция из фотошопе и в иллюстраторе также если вы у нас здесь было видео со звуком например или аудиодорожка могли бы включать с вами и выключать кнопочку звука плюс если у нас с вами есть несколько слоев давайте я создам еще какой нибудь давайте я с дублирую ctrl d дублирует все в авторе есть режим соло очень удобный режим если вам у вас много всего и вы хотите посмотреть только на один слой хотите его проработать как-то заанимировать то соло режим вам в помощь можно несколько слоев особенно это полезно когда слоев просто тьма а их часто бывает гораздо больше чем два или три после чего у нас с вами идет замочек мы с вами можем блокировать некоторые слои и заблокированные слои мы с вами не можем редактировать тоже удобно чтобы не цепляться за ненужные слои про треугольничек я рассказала вы можете выделять слои с помощью клавиши зажатой shift и у вас как в проводнике в windows например вся та же самая история с выделением да то есть вот я могу с шифтом весь список от начала до конца выделить могу выделить несколько слоев зажатым control и это касается не только слоев это касается в принципе любых параметров эффектов и так далее что вам нужно выделить с чем вы хотите сегодня сейчас работать дальше у нас с вами идет цветовое кодирование у каждого объекта в авторе есть свой определенный цвет например для текстового слоя у нас красный для композиции у нас будет вот например я импортирую композицию у нас будет такой коричневый то есть идет цветовое кодирование но кроме того вы можете добавлять свои цвета вот например делать это зеленым это желтым это очень-очень удобно сразу визуально понятно что где и зачем я буду этой функция пользоваться постоянно это как переименовать вообще все слои хорошо организовать свое рабочее пространство и так далее это важно дальше у нас идет название слой и переименовать слой вы можете с помощью клавиши enter нажимаем enter и появляется у нас окошко для редактирования нашего названия снова enter и все с помощью enter можно переименовывать не только слои на таймлайне а в принципе все что угодно и где угодно эффекты слои любые любые моменты следующая функция которой пользуюсь постоянно это возможность прятать или наоборот делать видимыми слои которыми я или работаю или наоборот не работаю чтобы они не захламляли мне мой таймлайн если я выберу свои слои да и зажму эту иконку условно я ее называю черепочек мне такая ассоциация как-то пришла в голову и здесь делаю активным вот эту большую иконку вот она стала синей то вы видите у меня пропали мои выделенные объекты из таймлайна но при этом в окне композиции они остались это очень удобно если у вас целая гора слои целый список невероятные я вообще делаю так я допустим блокирую те которые объекты с которыми я не хочу работать не хочу их цеплять и двигать и дополнительно еще и прячу таким образом образом освобождаю себе здесь рабочее пространство очень удобно следующая функция функция коллапс и на тексте она неактивна видите серенькая я покажу ее на примере векторных объектов допустим есть у меня какой-нибудь векторный объект и я его растяну например изначально автор не понимает что это векторный объект да он видит что это из иллюстратора иллюстраторовский файл формат но изначально он у нас с вами растровый чтобы помочь автору понять что это вообще-то вектор и нам нужно нормальное качество а не это жуткая лесенка на помощь приходит функция коллапс вот я нажимаю шестеренку и у меня становится идеальное качество идеальные края ну пожалуйста будьте осторожны с этой функцией например она некорректно работает когда мы будем работать с ригом мы будем работать с puppet tool не всегда она скажем так предсказуемая когда работаем с некоторыми эффектами но если вам нужно сделать что-то простенькое с векторными файлами и хочется их растянуть не обязательно переводя в шейпы а вот так вот как есть то да функция коллапс конечно очень сильно очень сильно спасает в дальнейшем когда будем работать я буду делать некоторые ремарки что а вот здесь коллапс лучше не надо делать а вот здесь он бы наоборот хорошо сработал поэтому обращайте на это дело внимание следующая возможность у нас добавление motion blur из того что вот точно часто используется допустим у меня будет какая-то анимация влево-вправо как видите у меня никакого blur нет во время движения да я активирую здесь опять же таки делаю большую иконку активной темной темно-синий и вот у меня появляется уже небольшое размытие во время движения в свое время была даже такая шутка поговорка все свои косяки прячу с помощью motion blur я когда училась обожала motion blur на самом деле это действительно мне казалось что это действительно маскирует все мои косяки на самом деле нет это ну скажем так ошибка новичка но тем не менее иногда он бывает актуален иногда он выглядит достаточно стильно и круто но не забывайте если у вас сильно сложный тяжелый проект то все эффекты связанные с блюром очень сильно нагружают компьютер и проект начинает очень долго рендериться просчитываться просмотр становится невероятно сложным и тяжелым поэтому с этой функцией поаккуратнее что еще здесь из-за важного это 3d слои все слои могут быть трехмерными следующий параметр мы можем с вами его включить и тогда все эффекты примененные к этому слою будут у нас скажу так выполнять функции adjustment layer и они будут применяться к слоям ниже я пользуюсь этой функцией редко практически на самом деле никогда всегда создаю себе дополнительный adjustment layer мне так гораздо удобнее а вот что поинтереснее у нас так это создание из плоского слоя трансформация его в трехмерный вот зажимаю этот кубик и у нас появляется помимо трансформации по x и y у нас появляется третья трансформация по z таким образом например на позишине можно с вами делать объект ближе дальше на повороте у нас появляется отдельно поворот по x по y по z и еще просто сборная солянка поворотов также по x по y и по z просто отдельно вынесено также можно добавлять здесь количество вращений проворотов по каждой из этих осей так удобнее работать вот видите да эти возможности появляются у всех слоев у текста у солида у шейпа вообще вне зависимости от вида просто зажимаете этот кубик следующий момент который тоже нужно знать это режимы наложения режимы наложения здесь идентичны автора иллюстраторовским и фотошопным поэтому здесь особо разбирать каждый режим не буду все то же самое что мы с вами делали когда рисовали например пейзажи следующая пункция которую сейчас посмотрим это маска трека для этого мне понадобится еще отдельно прямоугольничек например чтобы создать маску трека нам нужно два слоя непосредственно тот который будет выступать в качестве маски и тот для которого будет применяться эта маска здесь у нас есть четыре режима они работают в зависимости от того какой слой лежит выше какой ниже и так далее здесь можно играться я честно столько лет работая с этими масками трека ни как не могу запомнить что из чего вырезается поэтому мне легче просто менять например слои местами если я хочу чтобы 1 вырезалась из другого оставляю так если хочу наоборот то могу поменять режим маски трека если хочу совершенно совершенно наоборот то меня просто слои местами вот теперь у меня обрезается по прямоугольнику этот принцип работает достаточно просто из черного вырезается белая или наоборот зависимости от режима маски трека но пользуюсь им действительно на самом деле достаточно часто есть альтернативный эффект но он не всегда работает корректно поэтому предпочитаю именно такой режим и последний параметр здесь у нас с вами привязки например я могу потянуть за эту улитку привязать один слой ко второму и перемещая свой скажем так материнский объект у меня точно также перемещается и привязанный слой это работает и с ротейшном из позиции нам и со скейлом но это не работает с прозрачностью прозрачность у нас с вами не привязана прозрачность надо привязывать экспресс нами а это уже совсем другой разговор кроме того по работе с таймлайном мы можем с вами настраивать его вид и если у вас вдруг не отображается допустим процент и опасить и к примеру то без паники вам просто нужно отжать вот эту вот самую нижнюю кнопочку или наоборот скрыть чтобы у вас было больше пространства для работы допустим с ключами и здесь есть вот различные режимы отображения длительности например или параметров для редактирования то есть как вам удобно например давайте все отожмем мы с вами посмотрели параметр и здесь еще есть дополнительные такие моменты как длительность продолжительность того или иного слоя здесь у нас по умолчанию стоит сто процентов но вот этот стрейч мы можем с вами сжимать разжимать и настраивать продолжительность слоя это что касается настроек слоев их параметров привязок как будет выглядеть таймлайн и так далее я не смотрю сейчас граф эдитер потому что его более подробно посмотрим чуть позже когда уже будем говорить с вами про интерполяцию ключей как вообще настраивать анимацию чтобы она была плавная динамичная и вся эта история что я хочу еще рассказать про слои это про то как их можно обрезать перемещать двигать и тому подобное если я потяну за какой-нибудь слой возьму посерединке его или где-то вот за скажу так это тельце то я могу его выставлять да вот мне слой начинается условно на второй секунде вот он появился кроме того я могу слой не только перемещать и по таймлайн я могу его еще обрезать например давайте поставлю анимацию прозрачности чтобы было нагляднее вот из нуля в сто процентов я могу обрезать обрезка слоя идет если мы тебя не с вами именно за край появляется такой маркер и вот я обрезаю и видите у меня уже не с нуля начинается прозрачность а с 44 процентов например можно обрезать слой можно обрезать начало можно обрезать конец можно обрезать слой горячими клавишами и это alt открывающая квадратная скобка для начала и alt-закрывающая квадратная скобка для конца слоя если я хочу вот я стала допустим на 6 секунде и я не хочу вот так вот двигать пытаться попасть в нужный момент то у меня есть тоже горячая кнопка просто открывающая квадратная скобка для начала и Закрывающая квадратная скобка для конца. Этими кнопками я пользуюсь тоже постоянно, поэтому тоже я очень рекомендую вам это все дело запомнить. Кроме того, у нас с вами есть, скажем так, рабочее пространство для нашего таймлайна. Если присмотритесь, то в начале у нас стоит такой голубой маркер и в конце голубой маркер. Эти маркеры обозначают нашу рабочую зону, скажем так. Вот я могу их выставлять, как мне нравится, и работать уже здесь. Соответственно, и рендерится будет ролик, соответствуя вот этим маркерам. Если у вас стоит как-то так, то и порендерится у вас со второй секунды до десятой. Если вы порендерили, посмотрели, что у вас ролик не полностью получился, да, какой-то кусок только, то проверяйте обязательно, конечно же, вашу рабочую область, чтобы у вас маркеры стояли в начале и стояли в конце. Но так гораздо удобнее работать бывает, чтобы не грузить сильно железо, чтобы все проигрывалось более-менее частями. Так гораздо проще. Кроме того, вот эта зеленая полосочка обозначает то, насколько железо, скажем так, просчитало вашу анимацию. Сейчас, вот я, например, поменяю анимацию как-то, да, полоска на секунду исчезла, но затем полностью прогрузилась зеленым цветом. Значит, что у меня все проигралось и просчиталось, и будет играться без задержки. Если проект тяжелый, то, конечно, будут паузы, конечно, будут заминки, и будет все это играться не в реальном времени. Как этого избежать, скажем так, если вам нужно посмотреть реальный тайминг, реальное время, то с помощью нажатия кнопки 0 на вашей дополнительной клавиатуре у вас пройдет сначала просчет, то есть он так запинками-запинками еле-еле прогрузит анимацию, а затем проиграет прогруженный кусок уже в реальном времени. И здесь помогает, опять же-таки, установка рабочей области, потому что вы вот меньшими кусками, конечно, быстрее посмотрите, чем будете ставить на всю длину просмотр. Это все будет нагружать ваше железо. Но сейчас, опять же, простой проект, поэтому ему гораздо проще все это дело считать. Это что касается слоев и таких базовых моментов, как работать. Кроме того, у вас здесь появляются дополнительные окошки, между которыми вы можете переключаться. Это композиции. Вот они у нас здесь. Я могу открыть одну, могу открыть вторую, могу создать еще какую-то, и вот она здесь отображается. Могу закрыть и работать только с одной. То есть здесь полностью организовывается тоже, как вам удобно, как вам нравится. Мы с вами посмотрели окно Project, разобрали, как работать с окном Timeline. И давайте теперь немного поговорим об окне композиция. У нас здесь с вами, как видите, несколько еще окон есть. И здесь у нас отображаются, как ни странно, слои. И здесь у нас отображаются футиджи, то, что у нас находится в окне Project. Вот я двойным кликом открываю любой футидж. И двойным кликом сейчас открывается. Здесь, в общем, появляется окно для отображения слоя. Если вдруг у вас куда-то делась анимация, или вы не можете работать, что-то вообще произошло и поломалось, то всегда проверяйте, в каком окне вы находитесь сейчас, что у вас конкретно сейчас отображается. Возможно, вы случайно перешли из композиции в окно footage. Давайте вернемся в окно композиции. И сейчас объясню несколько базовых моментов, которые постоянно использую. Прежде всего, это Zoom. Вы можете сделать фид. Четко по окну композиции выравнивается наша превьюшка. Можете выбирать здесь уже заданный Zoom. А можете колесиком мышки, естественно, приближаться и, наоборот, отдаляться. Что еще здесь важно? Здесь есть такие сетки различного рода. Вам, возможно, понадобятся. Но я лично пользуюсь вот этой сеткой, которая обозначает, где у меня будет происходить обрезка кадра. За вот эту линию, самую-самую крайнюю, лучше всего не выходить, чтобы у вас не обрезался никакой текст. То есть вот так текст лучше не ставить, чтобы у вас на разных мониторах, на разных, скажем так, устройствах для трансляции не было по себе споте обрезок текста. Это очень-очень важно. Поэтому основное действие у вас должно происходить в этой рамке. Эту рамку я очень часто включаю. Плюс здесь есть центр кадра. И сразу легче уже работать, выставлять ту же самую композицию. Плюс у меня есть мои линейки, как и в иллюстраторе. Ctrl-R у меня включает линейки. Я могу вот себе вытащить линейки, чтобы точно по направляющим все это дело выставлять. У меня есть привязка к линейкам. Видите, у меня он так прилипает. Еще один момент, который я хочу обязательно вам рассказать, это про режим отображения качества. По умолчанию стоит Full, то есть максимальное качество. И дальше можно половинчатое, на треть, на четверть. Можно выставлять кастомное, автоматическое и так далее. Этот параметр влияет на рендер финальный, поэтому перед финальным рендером, конечно, всегда выставляйте Full. Но когда вы работаете в проекте, и проект у вас достаточно тяжелый, автору гораздо, конечно, легче прочитать вам реальный тайминг, когда у вас стоит качество не Full, а там пониже четверть, там треть, половинка хотя бы. Естественно, картинка ухудшается, но именно это экономит вам время и силы, когда вы работаете с тяжелыми проектами. Сейчас, естественно, ни на что это не повлияет. Я могу работать в Full качестве, но тем не менее, если проект тяжелый, то имейте в виду. Следующая кнопка – это рабочий регион, уже касательно окна композиции. То есть я буду видеть, что происходит только в выделенном регионе в этом пространстве. Я могу это дело все редактировать, могу отжать кнопку и снова все вернется, как и было. Опять же, это все об экономии времени, об экономии ресурсов. Если у вас проект снова такие тяжелые, то можете выделять один конкретный регион и работать с ним. Дальше у нас отображение прозрачности и непрозрачности. Проверяете, на прозрачном фоне у вас композиция или нет. Если вас вдруг не устраивает, всегда можете создать Solid, чтобы у нас был фон с вами непрозрачный. Тогда это никак не влияет. Еще один важный момент – это какая камера у вас сейчас работает, через какую камеру вы смотрите. Когда у вас объект двухмерный, это в принципе не имеет никакого значения. Если я буду переключаться вверх, вниз, лево, право, ничего не меняется. Но как только у вас объект становится трехмерным, давайте сделаем все трехмерным, вот, уже появляется разница front, left, top. Видите, да? Совершенно разные, получается, проекции разные режимы отображения. Поэтому, опять же, если вдруг у вас все пропало, проверяйте, с какого ракурса вы вообще смотрите на свой объект. Кроме того, вы можете делить экраны. Сейчас у нас один view, я работаю часто с двумя. Допустим, здесь у меня отображается, я вот перехожу в активное окошко, отображается у меня проекция сверху, а справа у меня отображается все, как происходит в активной камере. То есть, так гораздо, гораздо удобнее выставлять, допустим, ту же самую, давайте, перспективу, например. Я понимаю, что у меня вот этот слой будет дальше, чем мой основной слой, да? Уже работать гораздо понятнее, не выставляю сильно на глаз, все, все круто, все удобно. Можно делить не на два, можно делить на два по вертикали, по горизонтали, можно делить еще на четыре окна. Но, честно говоря, этим пользуюсь редко, потому что достаточно переключаться между двумя окнами. Отдельная тема для разговоров, конечно же, это вкладочка эффектов. Здесь у нас наша стандартная библиотека эффектов. Также здесь будут эффекты, которые, возможно, вы хотите доставить, купили, приобрели и установили дополнительно. Здесь очень много всего. Я говорю сразу, я пользуюсь далеко не всем, но основные эффекты, которыми я пользуюсь и как они работают, я думаю, будет лучше показать уже по ходу работы и по ходу создания непосредственно анимации, потому что смотреть каждую вкладочку отдельно, я думаю, смысла особого нет, и это не так эффективно. Мы поговорили с вами про окна, про основные моменты, как это все дело работает. Я хочу еще выделить отдельные инструменты навигации и на этом, в принципе, завершить наше рассмотрение автора. А все эффекты, инструменты рисования, как все работает, как все это дело настраивать, мы будем смотреть с вами, когда уже будут непосредственные задачи, которые мы будем с вами решать. Что касается по навигации. Первый самый базовый инструмент это Selection Tool. Мы с вами выбираем наш объект, выбираем наш слой и можем перемещать. Выбираем его в окне композиции, выбираем его здесь. Это такая базовая история. Дальше у нас идет инструмент руки. Мы можем с вами перемещаться по нашей композиции, приближаться куда-то, где нам что-то нужно изменить, поправить. Но также мы можем воспользоваться горячей клавишей и зажав пробел, у нас также включается инструмент руки. И вот я просто, легко и непринужденно перемещаюсь. Дальше у нас с вами окошко инструмента для зума. Но я им опять же таки не пользуюсь, потому что мне гораздо проще двигаться туда-сюда с помощью колесика. Следующий инструмент у нас поворота. Выбирая определенный какой-то слой, я могу этим поворотом, этим инструментом его как-то вращать. Да, почему нет, использую этот инструмент достаточно часто. Но, честно говоря, чаще я все-таки прописываю градусы, которые мне нужны, чтобы моя анимация была чище. И это просто все дело привычки. Что касается камеры, поговорим позже, как это все работает, когда у нас будет с вами конкретный пример. Следующий инструмент у нас с вами редактирует наш анкерпоинт. Вне зависимости от того, трехмерный слой или нет. Если нужно отредактировать анкерпоинт, куда-то его переместить, то вот, пожалуйста, этот инструмент. И также кнопка Y, напоминаю, открывает его. Следующие инструменты у нас идут, опять же-таки, для рисования шейпов, произвольных форм или, наоборот, заданных каких-то форм для текста. Это тоже все будем смотреть, когда будем уже непосредственно делать какую-то шейповую анимацию. Следующий пак инструментов идет непосредственно для рисования уже такого классического. Здесь есть аналогия между иллюстратором и фотошопом. У нас есть кисти, мы можем с вами рисовать. Но, я говорю честно, этими инструментами я не пользуюсь в авторе по двум причинам. Первая. Во-первых, у меня чаще всего не стоит такая задача. Я отрисовываю шейповую графику в иллюстраторе. Все ровно, все красиво, все классно. Импортирую сюда в автор для анимации, для эффектов, для рига и так далее. А второй и супер важный момент, почему я не использую, потому что эти инструменты очень грузят автор. И он очень-очень становится тяжелым, еле-еле проворачивает проект. Поэтому, нет, с этими инструментами я не работаю. А Puppet Tool, мы с вами посмотрим его принципы, будем досконально его изучать, когда подойдем поближе к ригу персонажей. Вот там уже будем смотреть, что такое мэш, почему нам нужно столько треугольников, а не меньше или больше и так далее. То есть, все будем смотреть по ходу работы, чтобы сейчас я просто не в пустоту вам это все рассказывала, а уже сразу на практике вы могли это все дело применить. Давайте теперь вернемся в самое начало лекции, когда я говорила про то, что автор работает с линками, со ссылками, и как нужно правильно сохранять проект, и как нужно правильно его собирать. Первая вкладочка File, она, в принципе, во многом идентична тем возможностям, которые были в Illustrator. Прежде всего, нам нужно сохранить проект, я выбираю Save As, конечно же, сохраняю его куда-нибудь, как-нибудь называю, говорю, хорошо. И теперь, если я зайду в свою папку, вот у меня один мой единственный проект. Но если вы этот проект переместите куда-то в другое место, или отправите, допустим, мне, или клиенту, то у него потеряются все вот эти замечательные слои и векторные файлы, например. Сейчас у нас только они. Была бы музыка, потерялась бы музыка, потерялись бы видео, все вот это, что вы не рисуете непосредственно в авторе. Вся эта история потерялась бы, поэтому, чтобы этого не было, нам нужно создавать коллект проектов. Убираю File, говорю зависимости и говорю Collect Files. Здесь обязательно выбираем OK, все, и говорим хорошо, коллект. Убираем папку, как-то ее называем, как понравится, и вот доля секунды он нас собирает полностью коллект. Вот наша папочка в проводнике. Если я ее открою, у меня здесь есть и проект, есть отдельная папка Footages, где у меня все мои использованные файлики. В данный момент здесь он один, но если бы это был большой проект, естественно, здесь бы лежала целая-целая гора всего. Поэтому своим клиентам, не знаю, коллегам, кому угодно, если вас просят отправить проект, отправляйте всю папку целиком. Это критично и это очень важно. Кроме того, вы можете сохранять в более поздней версии. Я работаю, я привыкла работать, опять же таки, уже говорила об этом ранее. Я привыкла работать в 2017 авторе, в этой версии. Да, добавляются новые плюшки в новые версии. Есть там некоторые классные моменты, которые мне нравятся. Но, опять же таки, все здесь упирается в дело привычки. Если вы хотите мне прислать, допустим, проект, чтобы я посмотрела и как-то помогла вам, то, пожалуйста, сохраняйте мне в 17-ю версию. Как это сделать? Давайте откроем файл. И здесь Save As. И вот у вас появляются... У вас, возможно, будет несколько больше. Появляются предыдущие версии. 2017-я версия это Save As.Hoppy SCC 14 здесь будет. Вот эта 17-я. Можете мне или в 14-ю, или в 15-ю. Это 2018-й год. Сохраните проект. Будет гораздо легче мне все посмотреть и открыть. Ну и сейчас, как бонус, я хочу показать, как доставлять скрипты и как их вообще открывать и с ними работать. Сейчас просто принцип, без какой-либо, опять же, работы дополнительной. Просто как это все дело ставить. Прежде всего, первым делом вам нужно будет 100% поставить такой скрипт, как Duik. И он совершенно бесплатный. И это не может не радовать. Нам понадобится в будущем, когда мы будем анимировать своего персонажа. Скачать его можно на официальном сайте. Вот он. Итак, вот я скачала Duik. И сейчас я буду копировать его в папку для установки. Я работаю на Windows, поэтому все рекомендации, естественно, я могу дать относительно Windows. С Mac мне как бы посложнее, поэтому такая история. Путь у нас такой. Диск C, Program Files, Adobe, ваша версия Adobe, Support Files, скрипты. И здесь выбираем не просто скрипты, а скрипты и panels. И сюда копируем наш Duik. Вот он. Ctrl-C, Ctrl-V, продолжить. Есть. Теперь снова запускаем автор. И для того, чтобы Duik у нас работал корректно, нам нужно включить галку, которая будет разрешать скриптам непосредственно работать. Идем в Edit, Preferences, General. И так как я работаю с Duik, я работаю с скриптами, у меня галка уже, естественно, включена. Но вы у себя обязательно проверьте, чтобы у вас она была активна. То есть из такого положения стала в такое. Тогда скрипты смогут запускаться. И Duik в том числе говорим ОК. И чтобы открыть нам Duik, нам нужно сходить в окно Window. Window. И вот Duik Bessel запустится. У меня он опять же-таки открыт. Давайте еще раз. И это тоже отдельное окошко. Я могу его настраивать, как мне нравится. Подробнее о том, как работать с Duik и что-то такое, как все это настраивать, мы, естественно, будем говорить, когда уже наступит этап для рига персонажем. Сейчас такая базовая подготовка вообще вашего рабочего пространства под анимацию. В принципе, любого плана, скрипты, которые вы где-то находите, скачиваете, вы можете просто закидывать в эту папку в зависимости от расширения. Если расширение у вас вот такое, давайте я не буду выговаривать, то вам нужно кидать в папку Script.UikPanels. Если же расширение обычное, там будет просто скрипт без такой аббревиатуры, то можете закинуть и просто в папку скрипты, просто вот в корень этой папочки. Чтобы открыть такие скрипты, вам нужно просто файл, скрипт и здесь run script file. Давайте на примере какой-нибудь возьмем. Какой-нибудь я выберу. И вот у меня здесь есть какие-то скрипты, которые у меня лежат в этой папке. Я могу их непосредственно выбирать и открывать и уже с ними работать. Кроме того, некоторые подхватываются сразу в авторе и сразу выдаются вам в этой вкладочке. Например, тот же самый автокроп. Очень люблю этот скрипт. Будем работать, я буду его использовать. Тоже посмотрите, как вообще это все дело происходит. Вот отдельно у нас открывается скрипт. Поэтому устанавливать их, как видите, не очень сложно. Просто копируйте в нужную папку. Путь я показала. Так как сегодня наше занятие было достаточно техническое, мы с вами ничего не создавали, а только смотрели интерфейс, то и домашнее задание у вас будет соответствующее. Домашнее задание заключается в том, чтобы вы разбили по слоям свою графику, которую нарисовали до этого. Это может быть персонаж, может быть пейзаж. Неважно, для тренировки нам все подойдет. Разбили ее по слоям и корректно импортировали в автор. Все, как я показала. Плюс у вас должна быть обязательно настройка композиции 1920 на 1080 пикселей. Обязательно квадратные пиксели и 25 или 30 кадров в секунду. Таким образом вы запомните весь этот алгоритм, сможете настраивать вашу композицию и не потом бегать и не грустить о том, что что-то пошло не так, почему композиция 3 секунды и при этом вся она растянутая и непонятно, что в ней происходит. Также не забывайте задать длительность вашей композиции. Пусть это будет небольшая длительность, например, как делали мы сегодня, секунд 10, 7-10 секунд вполне будет достаточно. Ну и можете, естественно, поклацать все кнопки и поработать со слоями, как сегодня это делала я, чтобы получше запомнить механику работы автора. И как я уже говорила до этого, более детально, как работают шейпы, как работают эффекты, дьюик и так далее, мы будем смотреть с вами по мере прохождения тех или иных задач. Так что сегодня у нас опять-таки техническая такая получилась история и техническое домашнее задание. Всем спасибо, до встречи в следующей лекции.